Идут приготовления к Новому году, видите, рисуют дядя, ходят с трафаретами, с краской, рисуют елочные игрушки, собственно, сама елка, снежинки, колокольчики. А мы с Светланой Максимовной идем на ресепшн, хотим кое-что уточнить. Матильда, в эту сторону давай, иди сюда, красотуля. Да, мы хотим кое-что уточнить, экстрима захотелось, захотелось экстрима, сейчас кое-что мы уточним, сейчас выясним. Я здесь что хотела показать, сейчас, секундочку. Нам сказали подождать, мы сидим и мы ждем, короче, сейчас посмотрим, что нам скажут, интересно. Значит, смотрите, на квадроциклах, вот, можно покататься на квадроциклах, да, они здесь стоят. Вот, по-моему, сказали... Сколько 25 монат? Сколько? 10 минут? Нет. Сколько? 25 монат. Блин, забыла, простите, пожалуйста, только что нам сказали, я забыла. Квадроцикла, значит, 25 монат. Светка, ну что такое? И я забыла, я улыбала. Ну, а нам сказали, что вы можете подняться на Галу на Ниве. Это будет стоить 40 монат, и там могут подняться 4 человека. Так что, если что, бабуль, тоже можем сказать, она тоже может с нами подняться, посмотрим. Вот, и еще, и еще. Жанну? Ну, так бабуля и Жанну. Они просто с нами поднимутся за компанию. Ну, а там посмотрим. В общем, я что хочу сказать. Вот, если у нас получится подняться на крепость, то будет вообще замечательно. В общем, мы, на самом деле, хотим подняться туда, в крепость, но что приехать и просто так вот плавать в бассейне и ничего больше, нет. Хочется как-то впечатление тоже получить. Поэтому мы решили, что... А у бабули? Бабули? А у Нане и у девушки? Почему? А вы куда? Светлана, вы куда? Сейчас я с ним поговорю. Ребенок счастлив, потому что мы договорились, но машина будет стоить 60 монат. Да-да. Еще раз. Номер комнаты 812. Да. Пошли. Да, так что мы сейчас погоняем. Ой, что я нажала. Испытание называется Сититко. Мы на Ниве спускаемся вниз. Сейчас будем подниматься на голову. Сказали, где-то минут 30-35 дороги у нас будет. Меня лично трясет. У нас это экстремальная езда. Мой стабилизатор не справляется. Он очень старается, но не справляется. Светка, ты держишься? За что держишься, Свет? За что, кстати? Сейчас я буду показывать дорогу. Не знаю. Будем надеяться, что живыми доберемся туда и живыми вернемся обратно. Хочем. Вот такая у нас дорога. По крайней мере, пока. На самом деле, меня реально трясет. Вы понимаете как, да? Стабилизатор справляется как только может. Мы со Светкой держимся. Света, три минуты. Полет нормальный? Да. Хорошо. Держись. Мадам. Я показываю вам дорогу. Я показываю вам, на что мы со Светкой решились. Это еще бабуля не знала. Бабуля просто предупредила и сказала, чтобы он... Я вашу ехал. Ну, я надеюсь, что он понял, что она хотела сказать. Десять минут. Полет нормальный. Ну, как сказать. Машины швыряют на грязи. Нас швыряют вдвойне. Вы посмотрите. По какой дороге мы едем. Такую дорогу может проехать только Нива. Весело будет, если нам придется ее толкать. А, Светка? Кто будет толкать? Светка, я тебя за руль, если что. Я очень надеюсь, что мы придем целыми. Куда? Я очень надеюсь, что мы придем целыми. Целыми возвратимся? Я, честно говоря, тоже на это надеюсь. Будем надеяться, Светка. На опыт муршавера. Трава зеленая, смотрите, какая-то. Зеленая трава. Ага, мы в тумане. Видите? Туман какой. Мы было подумали, что, может быть, мы поздно выезжаем. Время знаете сколько? В общем, в 4 выехали. Темнеет же рано. Мы наверх открываемся. Пока вывим какашка. Интересно. Мы уже просто едем по травке. Колья не колья уже не имеет значения. Слушайте, это ужас какой-то. Я дочери не расскажу, что я вытворяла. Вау, 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 вау. Мокро. Машина не берет высоту. Мы добрались до верхней точки. Теперь мы будем идти пешком наверх. Будем идти пешком. Света, тебе как дорога. У меня рука. Рука у меня. Мы всю дорогу держали. Мы выдержали. Вы знаете, что я вам хочу сказать, да? Этот ребенок заслуживает не ролик, не ролик, а этот ребенок заслуживает миллион лайков. Она выдержала такую сложную дорогу, хотя она говорит, что нет, нет, это не страшно. Это страшно. Это страшно. У меня рука, посмотрите, она впивалась, она впила, у меня ногти, у меня все. Это страшно. Здесь после дождя дорога вся разбита, машина не поднималась. Ему несколько раз приходилось возвращаться обратно. Он там подгидывал какие-то камни. Это был кошмар. Теперь нам нужно подняться наверх. О, Светка, я не знаю, где твоя довга, но мой грибной суп уже очень низко опустился. В общем, машину сюда не пускают. Мы поднимаемся наверх. Фух. Вообще даже не сложно подниматься. Максим, на. Мы с тобой, когда вернемся в отель, дай бог, мы вообще вернутся живыми, здоровыми. Мы так нажремся на ужин с тобой. Потому что это такой стресс. Фух. Сейчас, в общем, мы поднимемся. Все покажу. Хочу чуть-чуть рекомендую. Да? Да. На самом деле мы до крепости уже почти дошли. Ну, вы видите, да? О, да блин, Настя понесла. Посмотрите. Посмотрите. Вот это, да, Максимна. Вот она за бордюр идет, держится. Я здесь не знаю, каким образом поднимаюсь. Слушай, а тут снег был. Глянь. Видишь? Я больше не могу. Все? Да, не могу, потому что у меня уже все прилипает. Держись, Чапаев. Ой, они здесь делают. О, у меня нога, все, он застрял. Я не могу обувь вытащить. Ой, ой. Чего ты не ехи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи? Как в болоте, елы-палы. Здесь останавливаться нельзя. Если останавливаешься, уже все. Не можешь. Ай. С места. Смеется. Каза. Ржет. Светка, приколистка. Я не могу идти, я на сад падаю. Держись за этот, за бордюр. Давай, цепляйся. Смеется она. Давай, да. Еще чуть-чуть, Светка, мы смотрим его в самой крепости. Ядрем батон. Ядрем батон. Теперь вопрос. Ладно, мы туда, может быть, еще... Я иди сюда, тут полегче. Ты думаешь? Я уже туда боюсь переходить, Свет. Я уж лучше отсюда, над пропастью. О, смотрите. Фух, деревушку видите? Вот эту деревушку видите? Мы наверху. Здесь... Я уже дошла почти. Герой, елой палой. Она в тумане, понимаете? И озеро в тумане, вон, видите? Вон, да? Озеро, слушайте, как из фильмов ужасов, честный слух. Вот эта батон очень похожа на эйфирин. Давайте так. Грязь вызывали? Если вы еще не вызывали грязь, то мы идем к вам. А интересно, а почему тут снег там? Наконец звонит бабуля. Бабуля? Мы падаем. А, бабуля, не дозвониться. А, бабуля, не дозвониться. А, бабуля, не дозвониться. Зачем? Бабуля, хорошо, что ты не пошла. Ничего, мы почти поднялись до скалы. Бабуля, хорошо, что ты не пошла. И потом, Света, расскажем. Вот, мы почти добрались до скалы, бабуля. Мне очень. Но мы уже почти у скалы. Но, бабуля, прости, мы со Светой страшно грязные. Мы очень грязные, бабуля. Мы утопаем в грязи. Ура! У вас нет, у вас есть новые штанишки. У нас есть только ночнушка. Буду по отелю гулять на ночнушке, бабуля. Кстати, кстати, я вспомнила. Именно здесь, именно на этих дорожках, Домашевская гуляла на своих босоножках на каблуках. Я вспомнила. Мы тогда поднимались пешочком через леса. Я вспомнила. Бабуль, какие тут картины. Все, мы почти у скалы, бабуля. Жди нас снизу, бабуля. Давай, пока. Смотрите, какая красота. Я хочу показать озеро. Товарищи, вы знаете, как? Это на самом деле эмоции. Это и история, и воздух, и... И вообще класс, сейчас я покажу. Я просто вот, я просто балдею. Я просто вот от этого, посмотрите. Вы видите, вот это озеро, как карта мира, да? Фух. Максимовна. Я не смогу этот камень. Камни? Не грязь, Максимовна. Как раз-таки об камне мы сейчас свои обуви повытираем. Вон, вы видите эту крепость? В тумане. Мы до нее добрались. Я поднималась к этой крепости, чтобы не только получить самой впечатление в очередной раз, но я хотела еще и ими с вами поделиться, рассказать некоторые исторические факты. Но утопая в грязи, честно говоря, про это забыла. Поэтому я сейчас, закадровая озвучки, ну, некоторые факты об этой крепости расскажу вам. Давным-давно здесь стояла могущественная стена наподобие Великой Китайской. Она начиналась у моря и тянулась через всю равнину в горы, через всю прибрежную равнину в горы, где вот стояла эта мощная крепость Чарах-Гала. Это было еще во времена сосанидов, когда правители решили обезопасить северные границы от нашествий кочевников. И вот как раз построили вот что-то вроде такого каменного пояса, оборонительный пояс. К башне примыкает остаток оборонительной стены, а вот недалеко от нее располагается сводчатое водохранилище Оф-Дан. Я, кстати, его вам показывала, вот это озерко, да, я показывала вам в ролике. И вот это водохранилище, оно напитывалось подземными источниками небольшими. Чего-то не хочется останавливаться. Мы дошли до лестницы. Вон, гляньте. Скала. Ой, это крепость. Скала, боже мой, мы уже на скале. Вот она крепость. А почему я не разрешил? А потому что, видишь, там еще какое расстояние. Я тебя туда не пущу. Я-то сама еще могу пройти, Свет. Но тебя я не пущу. Видите, вот здесь такая вот лестница. Так, и туда. Там еще качели есть. Что я тут увидела? Светка, глянь сюда. Снеговика кто-то сделал. Я боюсь уже. Нет, я тебя туда не пущу, Свет. Гляньте. Кто-то снеговика слепил тут. А я. Гляньте. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Стой здесь, Свет. Я сейчас попробую. Стой. Не бойся, Светка. Светка, не бойся. Не бойся, я держусь, Свет. Ты стой там. Не смей. Там будут только лестницы, судя по всему. Как вы думаете, пройти мне туда? Знаете, я очень боюсь высоты. Ну, деревяшки тут вроде нормально лежат. Но я реально боюсь высоты вниз лучше не смотреть. Так. Нам адреналина же в жизни было мало, да? Правильно? Светка, ты стоишь, правильно? Да. Да. Не смей никуда с места сходить. Не смей. Адреналина в жизни было мало. Но здесь же как-то ходят эти. Рабочие. Не, я дальше не пойду. Знаете, я ведь на самом деле парень рисковый. Честное слово. Я бы поднялась. Вот правда. Я Светку боюсь здесь оставить. Я со Светкой не поднимусь. Но я бы поднялась. Но зато я себя завпечатлею. Завпечатлю. На фоне скалы. Завпечатлю. Да. Светка, все нормально? Да. Стой. Вы знаете, что? Я не знаю. Я бы держалась двумя руками вот так вот за поручень. И шла бы. Если бы вообще здесь кто-то для подстраховки был бы, просто человек, который здесь был бы, который бы просто хотя бы смотрел в нашу сторону, не было бы так страшно. Ну, как-то всегда знаешь, что если вдруг ты туда так, в пропасть, то хоть тебя искать будут, понимаете? А тут... Хотя нас будут искать. Мы еще не отдали 60 монат за Ниеву. Так что мы можем спокойно лазить здесь. Ну, в общем, ваши подруги из Баку сделали это, да, Светка? Да. Есть такое предположение, что эта крепость была дозорно-смотровым сооружением. Она позволяла обозревать окрестности на десятки километров. И для того, чтобы, ну, предупреждать, например, там, о приближении врагов, на вершине Чарах-Гала зажигали огни. Ну, возможно, что и отсюда и происходит ее название Чарах-Гала, то есть крепость-светильник. Чарах – это светильник, а Гала – это крепость. Башня. Видишь как? А там еще маленькая яркая издалека. А, да, 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 да. Это что-то в деревне светится, лампочка там такая, да. Ой, не видно. Не знаешь ее где-то в камере нащупать. Где-то там ее не видно. А туман как сгущается. Ой, туман сгущается. Мы спускаемся. Спускаться, конечно, легче, но мы сейчас еще до самой грязи не дошли. Еще все впереди. Мы уже дошли почти до машины. Но знаете, что обидно, да? Вот, мы вот эту дорогу с соседкой поднимались сами, да, аж туда, до самого верха. Потому что нас этот охранник на воротах не пропустил, да? Сказал, сами поднимайтесь. Но сейчас машина подняла наверх двух мужиков. Я, женщина с ребенком, да, мы поднимались эту дорогу пешком. Но зато двух мужиков, зато двух мужиков они подняли. Вот, знаете, как не обижаться, вот честно, вот как не обижаться, правда? Не то, что не обижаться, недоумевать. Я сейчас вас несу криво, я не знаю, это мой стабилизатор, что-то это, а, нет, это я. Вот хочу сказать, что как не обратить на это внимание, вот согласитесь? Прямо обидно, но я сейчас выскажусь, честно говоря, обязательно. Вот этому, который на воротах, выскажусь. Субтитры сделал DimaTorzok